Золотой крест ФМБА России – знак почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Лишь часть в копилке бесчисленных наград заместителя директора по воспитательной работе Саровского медицинского колледжа Ирины Соколовой. 35 лет женщина преподает русский язык и литературу будущим специалистам. Эти предметы для медиков важны не меньше анатомии и биологии, считает Ирина Валерьевна. Если медицинская сестра не знает, как писать русские слова, правильно ли она выпишет мне рецепт? Правильно ли она запишет назначение врача? Ну и кроме того, я веду такой предмет замечательный, как русская литература. А в русской литературе у нас все-таки главное, наверное, и для нашей профессии это созвучно – воспитание милосердия. Энергии инициативности Ирины Валерьевны можно только позавидовать. Преподавательница возглавляет волонтерское движение, курирует сайт, занимается проектами, которые организует колледж. Она активно пользуется соцсетями, интересуется современными трендами, чтобы всегда было о чем поговорить с учениками. Особенность Ирины Валерьевны состоит в том, что она может найти подход к любому ребенку. Дети ее очень любят и воспринимают на равных. Почему на равных? Потому что Ирина Валерьевна интересуется всеми проблемами молодежи и подростков. Вообще, хочу сказать, что она интересуется всеми сферами нашей жизни – и воспитательным процессом, и образовательным процессом. Ей интересует политика, интересует творчество. Многие ее выпускники связали жизнь с педагогикой. Восемь преподавателей медицинского колледжа, в том числе директора и заместитель по учебно-методической работе, когда-то получали знания у Ирины Валерьевны, а теперь стали ее коллегами. Ирина Валерьевна я знала достаточно давно, с 1993 года, когда еще пришла сюда студенткой и училась под ее началом. Именно она заражала любовью к русскому языку, к литературе, прививала любовь к чтению своими примерами, также курировала нашу воспитательную работу. Профессиональные планы и идеи у Ирины Валерьевны не заканчиваются. Главное, чтобы на их реализацию всегда хватало времени и сил. Секрет успеха – поддержка коллектива и учеников, считает преподавательница.